1 апреля. Новый перевозчик. Время 7.50. Вышел только на рейс. К 6 утра жители Зырянки подходят на остановку, но в 6.05 автобус не пришел. В итоге кто-то вызвал такси, кто-то пошел пешком, а некоторые решили ждать следующий рейс. По словам пассажиров, лишь в 7.50 приехала маленькая газель. К этому времени люди уже сами добрались до города. На 6 часов уезжает полный автобус четверка. Большой автобус. Большой. 25-27 человек. Следом идет 6.44. Полный автобус. Я сама на нем езжу. Бывает, я бываю и езжу следом на седьмом, на маленьком пазике. Так они оба битком. А сейчас выпускают одну маленькую машину. Как мы туда все влезем? Это зима. Обратно как мы будем добираться? Когда будет лето? Что будет? Когда будут сады? Мы просто туда не влезем. Сегодня изменили расписание и схему маршрута четверки. Раньше в 6 часов люди в Зырянке выезжали на предприятия города. Выходили у ЦУМа и шли на остановки корпоративного транспорта. Кто-то бежал до площади первостроителей. Сейчас транспорт будет отправляться от Зырянки на 5 минут позже и ехать по другому маршруту через площадь Ленина. Сейчас будет ходить через улицу Тельмана, Сарычева, Ленина и улица Юбилейная. Зачем нам это? Как раньше? Через ЦУМ. Мы все делали пересадку от ЦУМа. То есть все, кто работает на заводах, это Ависма, Уралхим, Еврохим, Сода. Мы все в производственнике делаем там пересадку. Сейчас мы будем на 6.05 опаздывать. Как мы будем добираться? Как люди будут туда пешком? Это, ну, хорошо, ну, 30 минут, да? Ну, они же ждать не будут. И наш автобус будет ходить по этому расписанию. Влезем туда или вообще приедем на работу или нет. Жители возмущаются. Если график останется прежним, то они будут опаздывать на работу или же ездить на такси. Да и возвращаться домой тоже неудобно. Вечером в расписании есть часовой перерыв. Придется долго стоять на остановке в ожидании транспорта. Ну, давайте уже будем решать это. Ну, мы же тоже ваши. Ну, вы же нас к себе взяли. Мы же березники. Вместе с изменением расписания и маршрута четверки поменялся перевозчик. На линию вышла компания Диас. Три автобуса не вышли на линию из-за накладки в диспетчерской. Что касается автопарка, ходить на Зырянку будут пазы. А вот с маршрутом и расписанием сложнее. Их утверждают городские власти. Мы сейчас будем пытаться разговаривать с представителями администрации города на тему того, чтобы немного видоизменить маршрут, потому что мы понимаем, что новый маршрут, новая четверка, она немножко неудобна для жителей в том плане, что их остановки не попадают по пути следования. Уже известно, что 27-й автобус больше курсировать не будет. Остается только четверка. Сегодня мы отправили запрос в администрацию, чтобы узнать, будут ли менять расписания и остановки на маршруте. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.